Сидит, короче, это россиянин и грузин, решает, что Абхазу делать. I mean, it's their houses, it's their lands, they were just... Это большая проблема, я не спорю с этим. It resulted with the ethnic cleansing of the Georgians. Ну, тогда Абхазия была тоже отдельным государством? No. Это не Россия мешает, говорится, Грузия и Абхазия. It's not about the territories, it's about the people. Я не понимаю, как произойдет смена власти в России. We are exclusively like a center of the university. Можно спокойно прийти и закричать, Путин х**, и никто тебе слово не скажет, как бы. А у нас, как бы, сто метров... Пока, да. At least we can just agree that Russia has influence. Не важно, как мы живем, главное, как страна живет. Империализм. Ох, еще погнали. Ох, еще погнали. Все at night. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я могу тогда просто по-русски говорить, ты будешь говорить на английском и все. Мы друг друга понимаем. Ну все, отлично. На раз-два-три. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз-два-три. Ну давай. Ты можешь просмотреть все. Да не, нормально. Так. Война в Украине. Я не знаю, на самом деле, что-то обсуждать. Я думаю, мы с тобой в этом плане довольно, так сказать, на same page, на одной страничке, как бы, война в Украине, очевидно, плохо. И... Да, но это как-то символично. Это первая карта. 24 февраля. Да, да, да. Если говорить про именно российско-грузинские отношения по отношению к этому, то, конечно, отлично то, что до сих пор есть безвиз. Это я могу сказать, что, как бы, несмотря на то, что это супер же обсуждаемая тема, насколько я понимаю, в Грузии, как бы, именно безвиз России и то, нужен ли он вообще. И тут, как бы, есть тоже неприятное событие, которое, я думаю, можно... Я могу тебя спросить, про то, почему не едет грузинская делегация, как бы, в Украину на годовщину, потому что пригласили, но не поехали. Да, да. Ну, так, о том, визае. Здесь, конечно, по-моционалу, в Гиорица общественные отношения есть различная ретолика и широкая комиссия, и это связь с нашими, как, осуществлением, наших. У нас, как бы, мы у нас имеем любое конфликт с Россией. С 2008 в войне мы не имеем дипломатическое отношение, и все еще есть открыто для русских гражданин, и в реальность они проходят постоянно. Это не как стандартные регуляции, как вы знаете. И когда война началась, и там была огромная масса людей, и у людей, которые уничтожили Россию, на одной стороны, это было довольно очевидно, что люди просто пытались не участвовать. И это хорошо, и это просто помогает, например, в Украине, что кто-то, как вы, не может быть мобилизированы на фронте, и это помогает, как у наших друзей, защитить себя. Но еще одна вопрос, что ты говорила, что государство делает. Государственная позиция по отношению к Украине и войне очень спорная. Это довольно легко сказать, что это открыто про-Россию, и мы можем сказать, что это коллаборация, и это уже решено, что Георгия является просто как разнообразной и не поддержкой России, и не поддержкой и не поддержкой И это причина, что сообщает, что проруссии государственного государства, который секретно или обеспечивает Россию, просто трансферит что-то, чтобы поддержать Россию, даже технологии использования против Украины, и также открыт для любого гражданства России, except those who are marked by the Russian regime as a danger, as oppositionaries, like journalists, civil activists. For them, it's strict. And when we have such a kind of reconstruction, because of it, the majority of the society, we guess that majorities just tend to support these feelings and the idea is very nervous around this situation when doors open for the majority of the Russian citizens who just find the shelter here, with no obvious position about the war, about the regime in Russia, just avoiding discomfort. and we don't see them as our allies, our friends who will just, how to say, will struggle against the dictatorship or like imperialism with us. Imperialism. I'm not motivated to just place you in the corner, because, you know, all of us might have some kind of the trauma, some kind of the complexes, some kind of the responsibilities toward this term, but now we have this kind of a couple here, which, I guess, more easy to discuss in this way, that war and imperialism, it's connected. Конечно, империализм в России есть. С этим спорить как глупо. Но я не считаю, что... So you mean, like generally, like how you identify... Именно на государственном уровне и, в принципе, даже на человеческом уровне империализм существует, потому что, логично, есть всегда люди, которые поддерживают, ну, типа, современную позицию России, потому что во многом так уж получилось, что Россия самое большое государство в мире. И у России очень-очень такое заметное прошлое в мировой истории. Поэтому многие люди имеют большой комплекс за это. Особенности люди старшего поколения, которые видели, типа, Великий Советский Союз, который там второе, первое место в мире буквально, ну, делился с США. А потом в 90-х годах у них отняли, как бы, вот это ощущение превосходства, потому что ощущение превосходства дает человеку... Когда у человека жизнь не самая хорошая, а уровень жизни самый высокий, ему что остается? Гордиться страной, как бы. Or with this, like, a glorious past. Да-да-да, то есть, типа, величие прошлого, и, соответственно, сейчас, как бы, Путин дает это... For example, for our audience and for me, because we don't have this, like, life experience. Can you... Do you have any, like, a personal experience or the exam? How it works in reality? We can just imagine... Я сразу скажу, что это не большинство, на самом деле. Большинство людей в России глубоко аполитичны. Глубоко аполитичны. Их 20 лет учили не вдекать в политику. Они дальше трех-четырех политических лидеров не назовут в жизни. Большинство, скажем так, вот этих людей, которые верят в империализм... Вот у меня был, например, такой разговор, когда последний раз я приезжал к себе домой. Я как раз из маленького города, из села. То есть, типа, и у меня был как раз этот диалог, где мои... Ну, моя бабушка и дедушка говорили мне о том, что... Это было прямо перед моим отъездом сюда как раз, то есть конец августа. И у нас был разговор, который закончился просто тем, что... Они мне сказали, нам главное... Неважно, как мы живем. Главное, как страна живет. То есть, это вот абсолютно такое, типа, крестьянское мышление. Абсолютно. Я сама даже сказал, да, мы крестьяне. Мы не пытаемся здесь как-то, типа, циклиться на чем-то высоком тут. У них простая позиция, потому что они как бы жили всю жизнь в деревне. Максимум, где была моя бабушка, это, блин, Узбекистан в девяносто первом году. Они просто привыкли существовать в этой реальности своей, где все, что они знают о мировой политике и жизни за пределами Алтайского края, это вот телевизор. Им сказал Владимир Владимирович Путин. А так уж получилось, что в Советском Союзе был только один источник информации. Это государственное, телевидение, радио или СМИ другие. И им нельзя не было верить. Просто нельзя. И поэтому они сейчас так же живут. Они верят всему, чему говорят. Потому что это их позиция. Им проще остаться с государством, чем пытаться там гуманистически все осмыслить. Это просто сложно. Зачем? Если есть понятная риторика, которой можно следовать, не пытаясь как-то осмысливать ее. Гуманизм тут лишний. Есть российская империя, российская страна, которую поднял Путин. Он ее сделал великой. Снова. Нас с нами снова считаются. Вот эта любимая типа. Мы встали с колен. Непонятно, с каких колен, правда, кто встал. Типа, когда в деревне люди тратят примерно 300 баксов в год на уголь и дрова, чтобы отопить. При этом их пенсия составляет порой 150 долларов. А на лекарства еще он до 50. Но им все равно проще жить так. Это вот наследие российской как бы государственности, которая преобразовалась в то, что мы сейчас называем империализмом, как по мне. Но я не считаю, кстати, его, что и в Грузии нет. В Грузии есть тоже империализм по отношению к своим территориям, которые... Вы можете объяснить, какие симптомы вы видите для этого фокуса? Про грузинский именно? Да. Про грузинский это как раз по отношению типа, начиная от того, что как бы мы все грузины, нет осетинов, нет абхазов, нет никого, есть грузины. Как бы это частый дискурс, который я вижу здесь, про то, что таких народов вообще не существует. Как бы, что, ну типа, мне кажется, довольно оскорбительно по отношению ко многим людям, которые там живут. Я понимаю, что с ними сложная история, но это не дает права как бы применять шовинистскую риторику. Это ничем не лучше, тем вот эти люди, которые как условно, там моя бабушка, могут кричать о том, что украинцы не существуют как народ. Это все одни большие русские как бы, мы все славяне. Да. В некоторых местах общества, конечно, существует такой радикальный риторик, и это всегда было. И также, это был в современном союзии. Это не как в основном. И, конечно, мы можем просто связаться с большинством общества. Так что, например, это довольно трамматичный опыт, для всех наших родственников и родственников, когда один из самых известных диссидентов, и защитных правительственных правительств, и руководитель этого ритора, в том, что украинцы живут в Советской Унии, Сахарова проявляет Георгию как примером маленького импирая. В то же время риториках, что Абхазия, Остетия, и Георгию обеспечивают их, и Георгию обеспечивают их, что мы обеспечили Россию. Это не так, это не так, это не так. Это было как шокирование для общества. Это в 1989 году, как я помню. И после этого, несколько раз, Сахарова просто, я бы сказать, не было, что это не правильная translation моего слова. И журналист просто разрушил оригинальный тап, и так далее. Но это все работает. И для людей, когда есть вопрос о империалистах, и мы, как государство, и страна, которая была постоянно в 19-х и 20-х век, понимаем себя и идентифируем себя как врагом России и социальным империем, и социальным империем, и кто-то говорит, что ЕУ тоже... Это как такая матрешка империи. Все друг друга подавляют. Да. И для нашей общественности это довольно, как сказать, противно, когда мы исключительно идентифируем себя как врагом империализма. И кто-то говорит, что надо думать о своем. И тогда вопрос о том, где мы на самом деле когда мы на самом деле соединенных 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 сообществ, и мы не на самом деле как Георгия, которые могут быть империализирующим империализмом 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 и проявляемых империумов и проявляемых империумов, что тоже изменилось на историческом backstoryе и изучение истории. И это начинство политики. и потому, что это довольно сложный вопрос. И я думаю, что большинство сообщества сейчас и в будущем могут быть более уверены на это, потому что, на самом деле, это очень сложное испытание, но это не соответствует империализм империализм. Мы можем просто говорить о русском империализме и также национальная политика, это продолжение этих использований империумов в 90-х веке и в 20-х веке. Так. Российско-грузински... А можно поменять? Нет, просто тут мы уже обсуждаем так все время это. Я просто более специфик взял, что-то поинтереснее. Я думаю, что это просто все про это. Поэтому я бы взял лучше вниз вот так и типа, пускай дальше. Смена власти с помощью протестов. так. Окей. 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 Как человек из страны, которую должны по-хорошему поменять власть, начну. Так. Ну, большинство людей просто аполитично, им не интересно выходить на протест. Они не считают, что протесты это, скажем так, не то, что эффективные, что это просто достойный метод смены власти. Потому что у нас, конечно, крестьяне, аристократы, как говорится, в политике, когда дело касается. Они такие, вот вы протестующие, вы выходите, вы власть нашу оскорбляете тем самым. Во-первых, вы ничего не добьетесь, любимая фраза, а во-вторых, вы власть оскорбляете. Люди выходят на протесты, и на самом деле митинги в России были. Буквально, на самом деле, последние митинги происходили, ну, так или иначе, в начале войны. Но до этого у нас была довольно солидная история. Как бы даже если вести учет такой болотный, там, 2011 год, война началась в 2014 году, но в Москве было, ну, 100 тысяч человек на марше. Это много, при том, что тогда, ну, бескровно заняли Крым, это было, типа, вау. Ну, то есть многие подумали, что это прям офигенное решение Владимира Владимировича Путина. Типа, какой он хороший президент. Он взял кусок исторической территории России, ну, по, как бы, всем канонам российской истории, бескровно. Крушение российского протеста произошло во многом, потому что против него применяли, ну, просто беспрецедентные меры давления. Я не видел, чтобы ни в одной стране так же подавляли протесты. Просто даже мой личный опыт, это когда были протесты в честь Алексея Навального, когда поддержку были. Я стоял, вот, помню, во втором ряду, как бы, на наших новосибирских протестах, и там людей буквально выхватывали, и ты их оттаскиваешь обратно от ОМОНа, и те по рукам фигачат... Можно им мат использовать? Нельзя? Херачат просто битой эти. Многих травмы оставались после этого. Не только душевные, я имею в виду, но просто физические травмы, как бы. И когда у тебя после акции в Москве, не знаю, гантелю в жопу засовывают человеку, ну, люди начинают бояться выходить, и я не могу их осуждать за это. Ну, то есть, даже мне, журналистским бейжем, например, вот, если просто даже не гражданин, бейдж, все, редакционное здание, даже тогда тебя останавливают, на тебя мусора кричат матом, что, типа, камеру опустил здесь, не снимай, пошел, как говорится. Ну, это мешает, в принципе, протесту нормальному. Это невозможно вести такой нормальный протест. Это как осуждать людей, что, а чего вы в Северную Корею не выходите? Ну, как бы, да. У нас есть различия и различия, но в последние годы, это довольно близко к тому, как мы уже говорили. Официально мы в Демократическом стране, есть свободные выборы, но мы видим, что это как машина для легитимирования руководительного режима. Мы видим, как общественная структура, армия, полиция, криминальный мир, это просто координат, чтобы мобиливать людей, чтобы выбрать за государство, и убрать и спрессировать. Это работает. Это просто как машина, просто работая и получать результаты. Да, у нас абсолютно все государство построено для того, чтобы легитимизировать свою работу и максимально не давать, как бы, вообще хоть какой-то искре протеста появляться. На самом деле у нас же это не так давно, с начала мобилизации появился другой дискурс, ну, из-за этого появилась дискуссия. То есть, когда сказали, а что насчет поджигания военкоматов, например, ну, никакие крупные политические движения или, в принципе, протестные движения не считают себя вправе говорить людям, идите поджигать военкоматы. Типа, а что если его посадят? Получается, на твоей душе, на твоей совести посаженный человек, которого вся жизнь теперь пойдет под откос, потому что, ну, он в тюрьме будет сидеть там лет 15, например. Ну, и, в принципе, как бы, я, например, не считаю себя тоже вправе как-то призывать людей, и сам тоже я слабо представляю себя в качестве человека, который будет идти и бросать коктейль Молотова в машину полицейских. Просто потому что это превращение в какую-то уже кровавую революцию. Она, конечно, так или иначе произойдет на самом деле. Я слабо верю в то, что… Я не верю в то, что мирный протест эффективен. Прямо сейчас, как минимум, в данном режиме. Демократии абсолютно. У нас нет. Но при этом сам идти протестовать с автоматом Калашникова в руках, я не готов, просто потому что это противоречит моим гуманистическим ценностям, как бы. В этом, как бы, заключается ключевая проблема. А кто тогда пойдет это делать? Люди без принципов таких. Получается, они придут к власти. Получается, мы опять погружаемся в авторитаризм. Потому что эти люди уже когда-то были готовы убивать ради власти. И, соответственно, они убьют еще раз. Просто уже других людей. Новых. Которые по-новому выйдут так же протестовать, как мы. Сейчас, вот прямо сейчас, на 24 февраля 2023 года, я не понимаю, как произойдет смена власти в России. И я даже не могу предсказать это не то, что... Я не могу предсказать не то, что реальность. Я могу предсказать даже варианты. Потому что их настолько много. И каждый выглядит, в свою очередь, в своих категориях нереалистичным. То есть, многие говорят, что Пригожин придет. У нас будет вообще Северная Корея 2.0 и даже хуже. Но я в это не верю, например. Потому что хунты не задерживаются в больших государствах надолго. Ну, нет таких исторических примеров. Можно вспомнить максимум Пиночета. Но у него была хоть какая-то легимитизация. И это Чили, а это как бы страна с ядерным оружием. Ну, никакой президент США, Франции и Германии не даст Пригожину или Кадырову управлять Россией. Это просто для них катастрофа. Я слабо верю в распад России. Максимум, что это может... Знаешь, что эти форумы свободной России, где постоянно чертят карту у нас. Это постоянно становится хитом всего Твиттера. Когда чертят новую карту России, эти прекрасные люди. И там отдают... Вот я говорю самому... Для меня лично травматический, так сказать, экспириенс был. Когда на этой карте Республику Алтай. То есть, соседний регион с Мэйм. Откуда я родом. То есть, я знаю этих людей напрямую. Многих. Я там был. И вот этих алтайцев отдают Китаю. Другой империи. Я такой, типа, что, в один концлагерь куйгурам всех суел? То есть, это очень большая проблема, как бы. Непонятно, как будет происходить транзит власти и протесты здесь. Мне кажется, нерелевантны. Они просто даже в обсуждении. Потому что это, скорее, просто работа на будущее. Вы считаете, что... Например, во время войны, и сейчас... В общем, вы уже говорили, что... ...социативы, которые... ...тендуют думать о демократических изменениях... ...вы, которые участвуют в все эти пищевые протесты... Я вот недавно же закончил по факту журфак НГУ, и, то есть, в студенческом сообществе, как бы, нахожусь, можно сказать, все еще. Связано с ним, как минимум. И на моем факультете, на моем курсе не было ни единого человека, который взял бы и сказал, я поддерживаю Путина. При этом уехало из них два. Я и еще одна девочка. Как бы все. Все остальные до сих пор в России. Это, как бы, основная масса людей, на самом деле, все еще протестная в России. Просто лидеры уехали. Или журналисты уехали, которые, типа, максимально активно пишут про войну, про происходящее. Но основная масса все еще в России, и она никуда не делается. Но она понимает, что, как бы, ну, почти все у нас общения, то, что люди пытаются сейчас максимально не думать о происходящем стране. Потому что это уже настолько, ну, давящее чувство. Даже я, когда уезжал, это я уезжал во многом потому, что это просто, ну, это давит на тебя постоянно. То есть я, когда приезжал в Грузию, ну, летом, это сразу ты такой приезжаешь, можно выдохнуть. Можно открыть все без VPN. Можно спокойно прийти и закричать. Путин хуй... И никто тебе слова не скажет, как бы. А у нас, как бы, сто метров... Пока. Пока, да. А у нас, как бы, сто метров и наряд ОМОНа. Каждые сто метров. В Москве это вообще, ну, невозможно. Ты приезжаешь... В центр Москвы автозак каждые сто метров. Это ненормально. Этого не было раньше. Это произошло за последние пару лет. Это тотально уничтожает всякую, даже попытку высказаться. Ну, как следующий? Давай, давай. Путин. Ох. Я не знаю, на самом деле, что долго обсуждать, поэтому... Максимально... Да, это просто продолжается. Мы уже говорили. Мы уже говорили. Будущее России, мы тоже на самом деле. Да нет, прикольно так. Советское прошлое. Я думаю, что мы уже говорили. Советское прошлое. Возвращение к империализму, да, да. Не знаю, давай, чтобы не... Перебирать. Просто покороче. Let's try. I'm just picking up for... Российский капитал в Грузии. Ну, это хотя бы интересно экономически. Я думаю, российские деньги влияют крайне сильно. Но даже если посмотреть, насколько я знаю, насколько я знаю статистики всего такого и какого-то минимального общения с грузинами, ну, российский капитал заметен просто потому, что так получилось, что почти все россияне, в особенности в первую волну, кто приехали, вот не сентябрьские, а мартовские, они почти все зарабатывают гораздо больше, чем грузины основные. Из-за того, что, ну, мы имеем больше денег, потому что в России жить было дороже, но мы приехали на ту же зарплату, как бы, очевидно. И это привело к тому, что здесь, ну, солидно выросли цены. Например, когда я приезжал, это был ад найти квартиру здесь. Хотя, ну, я в жизни бы не снял квартиру в Тбилиси за 500 долларов то, что я снял сейчас. Ну, то есть, это хорошая квартира, она лучше, чем была у меня в Новосибирске, но просто потому, что в Новосибирске моя квартира стоила 150 долларов, ну, как бы, а тут 500, и это не сильно лучше. И вот это влияние российского капитала, оно, конечно, ну, видно, заметно, что громадная жизнь. Я думаю, что... Ну, я думаю, что это, со мной, хорошая возможность для грузин. То есть, как бы, если грузинское правительство придумает, как собирать деньги с этого всего, то это можно сделать хорошей инвестицией, потому что такой приток огромный, богатых людей, это очень хорошо. There's two questions about this scenario, which is also part of the discussion in our society, that in one hand, it's related to this reserve-free policy, and it's a war, and many of the countries changes this, like, regulations, which was before, because the war, it's a different dimension, and the security issues are much higher than before. We already discussed this question, that it's an open door, no one controls who enters, and even worse, that there's a clear agenda to block the uncomfortable, like, people from a Russian perspective, yeah, and it shows how our regime is collaborating with Putin and now this Russian state. And another, like, question is that when you just allow all of these people to come here, to integrate, to stay, and earn money on them, when the war is going there, so you use this privilege to just make a business on the war purpose. I mean, if there was no war, no one will just rush from Russia here, and no one will spend such money, which... Yeah, and for me, like a Georgian citizen, when my government is doing this, it seems like we earn money on the tragedy of the Ukraine. Yeah. It's, yeah, I mean, it's completely moralistic, and, but it's, it's, like, one of the priorities for me, for example, personally, but... I can say that more poor official rhetoric of the state is that we have the economic progress and so on, but it's not influencing each of the citizens, it's financial security and some confidence about the future, because the prices are just flying high, like official income is not increasing, and, yeah, because of it, we have, it's obvious symptoms that tens of thousands, at least, already left, because it's impossible to survive in such economic, like, structure that you are not guaranteed, and you have no feeling and confidence towards the future that I can just stay here, work here, and it's, it's, like, ensured. So, that's, it's, it's a reality, and because of it, this issue is considered quite alarming for the, our, like, citizens and society, when, in a whole complex, we have this tendency, to see leak of the locals and dominance of the Russian capital already in, 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 in economic field. That's my turn? Да. Окей. Окей. Что там? Ох, моя любимая тема. Мы пришли на оккупацию. Ну, это… Мы на двадцать минут последние. Я считаю, что, в принципе, реторика по отношению к тому, что, когда грузины, типа, приходят такие и ставят… Вы подпишите, пожалуйста, документик, что двадцать процентов Грузии оккупированы Россией. Это, в принципе, немножечко выглядит, ну, как сказать, ненормально. Ну, типа, это… Причем тут я, хочется сразу сказать, как бы. Я, я что, в девяносто втором, не знаю, пошел добровольцем или в две тысячи восьмом… But collective responsibility remains. Коллективная ответственность – это можно сразу в СССР, Северную Корею, вон туда. Это, как бы, это все к коммунистам, пожалуйста. А если мы пытаемся демократию, как бы, строить, это для меня выглядит, как будто бы, обращение, не знаю, к тоталитарным прошлым. Потому что, если все люди ответственны за всех, почему тогда… Я могу сказать тогда, что все грузины – пропутинские люди. Не правда ведь? Не правда, очевидно. Вот. Тут также, типа, про оккупацию. Ну, тут еще и сложнее в том, что я не считаю, что Грузия имеет право заявлять, что Абхазия, например, ее территория… С сети, согласен, с сети сложнее, потому что там было прямое вторжение, как бы. Абхазия… Просто я изучал историю, писал тексты про Абхазию много. И, как бы, это буквально моя специализация, с точки зрения журналистики, после кинспорта и кино. И, общаясь с абхазами, я пришел к выводу о том, что… и изучая историю, что Абхазия имеет полное право существовать независимо от Грузии. И прямо сейчас абхазские люди не намерены и близко даже вступать ни в Россию, ни в Грузию. С Осетией сложнее, да. Как бы там… What is the difference between… Потому что в Осетии воевала Россия против Грузии. В 1992 году воевала Абхазия против Грузии. You mean, like… Это была война за независимость. А это была война между странами. And to clarify, there was a conflict and the clashes in both areas in Tzhenwali, so-called South of the city in 1991-92, and in Абхазии in 92-93. You mean this? Я имею в виду 2008. 2008-й – это война между Россией и Грузией. И это однозначно оккупация территорий, потому что там буквально ставили пророссийское правительство. Как бы там стоят сейчас люди, которые не имеют ничего общего как бы с осетинами в нормальном отношении. Это просто купленные чиновники. И там стоят как бы российские гарнизоны, стояли с самого начала. And not in Абхазии. В Абхазии российские гарнизоны появились в 2008 году полноценно. И то до этого, ну как бы даже после войны 92-93 года, Россия тоже объявила блокаду Абхазии. А когда мне говорят про то, что ну там же были российские добровольцы, я могу сказать, а Шамиль Басаев, который там был как бы главным, в России террористом считается. А Ичкерия, из которой он пришел... Это не суть важно. Ичкерия тогда не лежала под контролем России. Не, не, это буквально государство признало независимость у себя, но война была... Обознание теоретично и за исторические игры. Я могу сказать о существуют те жеортизии. Но, во-первых, сейчас очень сложно сказать это sagen, что это официально. Потому что на народный регимен, который везет Украинской страны, не отбранит эти вещи, что общества хочет. We are speaking about historical background, political background, all these international law realities. The logic of this area occupying is that it presents the actual control of the Russian forces. Русские университеты, они участвовали в войну, и они поддерживают самостоятельные режимы, которые говорят, что мы были индивидуальны, и в будущем мы могут быть частью России, как большинство Остерии говорят это. Но Абразии нет, потому что это не популярно в социальной общественности. Я согласен, я знаю, представители социальной общественной общественности, мы имеем отношения, и да, это очень разнообразно. Но если сравнивать реальность в 1990 и 2008, то есть реальность, почти нет, особенно когда мы говорим о 2008 войне, это была самая милитарная инвестиция из Схинвара региона. Ну да, это буквально. И из Абразии. И это началось... Ты при 2008 сейчас? Да. Не про 92-й. И в 1992, это даже более похожее. Я пытался искать про 93-й год, изучать независимые источники, и я не нашел прямого участия российской армии. Но это большинстве своем были кавказцы, которые... Ну, конечно, были установлены... Но я не знаю. Не только Косак инвестиции, но и на русском, но и на базе, которые были оставлены в таком времени в Абразии. Это был открыт для сплыва. Милитариные официальные украшения лечения. И Аэрополюция и Северная спорта были координат с Абхазией. Это является политикой часть этого конфликта. И, конечно, в последнее время Россия всегда был так называемым «факивателем». Я тогда не очень понимаю, зачем было, условно говоря, если якобы российские солдаты там участвовали, то зачем тогда Ельцин после этого подписал договор о блокаде Абхазии? Выгоды нет. Почему это блокаде, в реальности, так структно, как это дизайн? Это тоже вопрос. И о том, что это право, чтобы быть индивидуально, конечно, это всегда часть этой цивилизации, что каждый из них есть право, он полностью распространен Southern Россия, т.е.,Type. Но это лишь в части очень относительно это стоит сречиться с ситуацией, самодельно. В Европе были Djевкина полноценные supernatural – 이미 из того,결roundness о обязательной линии. В 1991е, Татаря была подождена и все части, републики, мы являемся наиболее свободе в границах, которые мы уже договорились. И, в результате, сотни тысяч гражданин в Абхазии, Георгиев, Эстония, Армениев, Крики, мы живем здесь. И они имеют право, как бы, или только абхазцы были привилегены иметь свои собственные страны? Нет, так там, наоборот, в этом суть же, как бы, даже я, когда разговаривал с абхазами, типа, что вас объединяет, в принципе, как нацию, потому что, ну, супермультинациональное, как государство, они, по частности, говорили, что, как бы, главное это, типа, просто ассоциировать себя с Абхазией. И все, как бы. И даже с этой точки зрения, если мы смотрим, то, ну, у них есть, как бы, легальная, вот эта, Конституция 25-го года, которая была подписана, и Грузинская СССР тоже. It's from their point of view, and we just neglected this. Советское прошлое. Ну, так, типа, все ведет к тому, да. Ну, так даже до советского прошлого была просто российская империя, если бы так сказать. there was this between empire and the modernized empire. Ну, тогда Абхазия была тоже отдельным государством. No. Но исторически она была более не здесь. So, from 1970, 98, 921, it's a time when Georgia created the independent democratic republic, and Abkhazia was a part of it. Ну, да. Нет, я больше про Российскую империю, когда была Российская империя на Советский Союзе. И если мы просто привозили все эти исторические аргументы, то это же просто сказать, что это не проблема, мы, Абхазия, и все, кто живет в этой территории, и большинство, также, Георгиев. Потому что это очень очень комфортно для этой ретологии, в Абхазии, чтобы создать Георгиев как eternal, like, for the enemy, in a historical perspective, when, just, for example, this argument, that there was a 925 Soviet dimension and the Abkhazian Soviet Republic, which was not Republic in reality, it was the Union Republic of Georgia, and... До 1931 года это была отдельная республика. You can find each of the map of the Soviet Union, where the Abkhazian is a Republic. It was designed as a Republic, but the Union Republic of Soviet Georgia, and Soviet Georgia was a part of the Transcaucasian Federation. Тебе не кажется как раз, что это проимпериализм, возвращение? It's absurdistic frame. It was... It's... Georgia was not defining these borders, this shape. It's Moscow. It's... It's a Soviet Russian state, which comes here, just taking the Azerbaijanis, Armenia, Georgia, including Abkhazian, and then it just created all this absurdistic scam, to say that, to say to the Abkhazian minority, and it was a minority. Because if we will just bring the baseline 921, or 1970, Abkhazian, like ethnic Abkhazian, on this territory, we are the minority. Georgians... But... But... in shape of the Russian Empire, the privilege of just... to reset was not to the Georgians. It's also... It's not perfect. So I mean... I'm not trying to just bring all this... I'm just trying to explain this... there's no real logic to... how to say... to base on this... very complex historical background. Because... If the Abkhazians... I mean... if Abkhazians were the majority of their own lands, if it was before 1980-60s, before the Caucasian War, and the ethnic cleansing, done by the Russian Empire. And how... Abkhazians were the majority. Yeah. Abkhazians were the majority. Abkhazians and the Magrilians... No. Georgians, like a resetment, it's also part of this... This... you know, there was some small, like, a scale internal resetment in the 1970s. But... if you will just analyze... the... like... a... statistic of the population, according to ethnicity and nationality, it shows that it did not... like interfere such as it is designed by the Abkhazians, that before we were the majority, and... Abkhazians and Stalin, because they were Georgians, as they just... brought the... hundreds and a thousand Georgians in Abkhazians. It's not related to the reality. Даже если мы сейчас смотрим, то все равно, так или иначе, получается, что вот сидит, короче-то, россиянин и грузин решают, что Абхазу делать. Это как в анекдоте каком-то. Как бы... Надо... Ну, тут... На самом деле, никто из нас не имеет права решать, что им делать. Как это может быть? Мы получили эти результаты, в 1991. Да. Я просто возвращаюсь к этому моменту, когда Россия... Sorry. Соответственно, Соответственно, сообщество, 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 Абхаза... Так никто не говорит, просто можно приехать в независимую Абхазию. Я говорю, я считаю, что, условно, проблему беженцев, которую все постоянно так приносят, можно решить просто, признать Абхазию на условиях того, что они дадут паспорт обратно Абхазии, если кто-то захочет вернуться, то и восстановить здоровые отношения с... Окей, пускай будут грузинами, так никто ж не мешает. Ну, так пускай живут в Грузии, я не понимаю, как это связано с Абхазией тогда. Это большая проблема, я не спорю с этим, но это также... После каждой войны такое происходит, и я не понимаю, почему, условно, все остальные страны пытаются что-то сделать с этим, а у Грузии и Абхазии просто какой-то, как маленькие девочки пришли, обиделись друг на друга и не разговаривают. Мы не будем общаться, мы будем общаться вот с американцами, с европейцами и с Россией, решать проблему с Абхазией. Так почему не говорить с Абхазией тогда просто? Это везет к тому, что проблема никогда не решится. Ну, если за 30 лет не решили, то да, непросто. Ну, чтобы найти решение. Но, конечно, есть реток в нашей общественной системе. Это позволяет вам говорить о Абхазии и отключить все другие факторы. И что был главный фактор, который всегда был здесь, это Россия. Потому что Россия находится здесь, Россия контролирует часть внутренних ресурсов, и это очень большая влияние на локальной политике. Это не так массово в Цхинвалии, в так-классе, но, да. И даже когда мы имеем такие примеры, как Абхазская социальность пытается менять что-то, они всегда понимают, что они также относятся с русскими интересами здесь. И как мы можем найти способствовать поговорить с Абхазией, чтобы исключить этот элемент русского присутствия здесь. Можно попробовать тебя? Да, это всегда формат, всегда сделан, как на некоторых территориях, как в Туркии или где-то. Северные активисты, представители встречаются, говорят в английском, взаимодействуют. Это не Россия мешает договориться Грузии и Абхазии. Это Грузия и Абхазия не хотят договариваться. Россия влияет, но не… Ты хорошо выбрал то, что ты сказал, что на это можем согласиться. Я пытаюсь объяснить, почему наша социальность так фокусирована на этом. Потому что, может быть, для тебя стереотипно, сложно понимать трамву. То же самое, что я говорю – завершая, так сказать. Я понимаю – это то же самое, что говорю, завершая. так сказать. Почему я считаю, что термин «оккупация» хоть и применим в некоторой роде, частично по отношению к «Кассете», например, но потому что там реальная война, Борис. Ходимаешь, это уже двумя независимыми государствами. Но, в принципе, как концепт, это очень губительный для любых попыток дальнейшего выстраивания жизни, потому что ну, например, у России та же самая ситуация. Почему, типа, мы воюем сейчас с Украиной? Как бы, ну, не мы, а вот Путин конкретно. Это все ведет к поражению, например, в Холодной войне. И многие считают, что, типа, Украина сейчас как бы, ну, а специальный нарратив власти и многих людей следующему ему, это Украина оккупирована Западом. То есть, типа, ставят марионеток своих и типа, Зеленский, марионетка Запада, марионетка НАТО. Все эти территории как бы, это наши, потому что мы как бы наследники Советского Союза. Соответственно, мы должны вернуть Советский Союз. И, типа, это вот наследие, это как раз связано и с советским прошлым, и с империализмом, и с войной. Это все как бы ведет к одной части. Потому что зацикленность на прошлом привела к тому, что мы не можем воспринять и решить проблемы настоящего. И оккупация, и советское прошлое, и все на самом деле как бы, мы не видим иногда друг друга с точки зрения того, что во всем виноваты вот эти люди. И все друг на друга винят, типа, грузины винят русских, русские-американцы, абхазы, грузины, вот так. Очень-очень, 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 очень-очень. И это все. Это всегда всегда происходит. Но по нашему мнению, это тоже, когда мы говорим, что кто-то просто высказали, например, как разница, что вы что вы согласитесь, или вы согласитесь с тем, что 20% из Георгией территории окружает вирус, это не на статус уровень. И это реакция из общества, который пытается найти способа говорить о своем трагедии, трагедии, и определить свою резистенту. Главное, чтобы резистент не перешел в ресинтимент. Да, и если мы просто поговорим о том, что все эти детали и легитиматизм этого клаина, мы просто идем к интернациональной логике, к историческому бакуру, и я очень уверен, потому что это очевидно, и вы можете согласиться, потому что есть много сравнений с русским влиянием и русским влиянием в СССР, в Абхазии, как в Трансвистрии, как в пост-2014 Донбасс, ретолика была самая. Локальцы просто не хотят быть частью Украины, они хотят быть индивидуны, и мы помогаем им. Это абсолютно самая, как это было в 1992, в Афгазе. Наличие грузинского легиона в Украине, это значит ли, что Грузия воюет с Россией? Нет. Это все еще не будет значит, что Грузия воюет с Россией. Когда мы с США воюет с Россией, и Германия воюет с Россией. Потому что Америка условно дает хаймерсы, но не дает им стрелять по Белгороду. Все, что происходит на территории другого государства, не считается, как бы, типа, войной с Россией. То есть пока, условно, хаймерс бомбит Донецк, это, типа, нормально, потому что это Украина бомбит, как бы, территорию, которая захвачена другой, ну, это их территория. А как только начнут бомбить Белгород, у хаймерса стоит блок на это просто, потому что американцы не хотят воевать с Россией. Логично. Я не могу просто связаться с этим. На этом же мы уходим в сторону. Да, и это, очевидно, довольно сложная вопрос. И я понимаю, потому что, как ты уже начинал, что причем я? Где моя place в этом? И я сказал, что коллективная responsabilность. Это такая перспектива. И оно тоже serverно arguing, что мы должны считать ответственность our collective, как, ответственность. И я решил сказать, что мы интересны, как это странно. В то время мы просто продолжаем. Ну, конечно. Ну, ну, как-то, наверное, на самом деле давно его концерта, но он был на самом деле не только был. Ну, я, наверное, очень нескольким, он ответил мне на самом деле, потому что мы в этом отношении, то есть мы говорили на這個. Ну, так вот, наверное, мы с вами были проводить интересную это. Нет, ну, в принципе, получилось прямо то, что я и ожидал. За исключением, наверное, того, что, ну, скажем так, Ираклий говорил, мне казалось, иногда немного более, ну, как бы, как сказать, не обидчиво бы. Не то чтобы, как бы сказать, невысокомерно, но как будто со своей колокольни. Он видит уже мир по-своему, и он явно, мне кажется, не будет слушать в этом плане меня. Как бы, мое мнение для него здесь малозначимо, но я его и не могу за это осуждать. Как бы, типа, какой-то левый человек пришел, что-то ему наговорил, с чего вдруг он должен переубеждать себя в чем-то. И, конечно, я говорил, что, что-то не только стереотипы, но и не просто изучать. Довольно я думаю о том, что я уже не знаю. явно русскую муку, вероятно, это сделано и ручных людей в русском языке. Был седать следую руку, как у системы, и вот должны привезти к русским языкам. Дู้, что у меня есть снижение. Давайте посмотрим, что я, не знаю. Никакая случайность не заметила, что я не знаю, а у них не знаю. Но я не знаю, как я верю на торgging, я не знаю. Это уже не знаю. Давайте поговорим с тем, чтобы я не смогу написать это. Я не знаю, что здесь милиция, что это не сниженные. Я думаю, что насygнированы и уникальные. Мы не указываемся на связи. Мы о том, что в этом году мы были, и в этом году мы работали, мы сделали создание, но все они по каким-то вашему процессу все Approximately. После сегодняшнего разговора, в принципе, никак не изменился положительный отношусь. Как бы это, мне кажется, полезно, может быть, для внешней какой-то аудитории, чтобы люди поняли, что на самом деле... Все склонны к диалогу, и со всеми людьми можно разговаривать, со всех людей можно переубеждать, или даже не то, что переубеждать, хотя бы просто слушать, и пытаться чуть больше понять, почему они так считают, а никак иначе.